Привет, друзья! Из этого видео вы узнаете 6 важных технических ошибок, избегая которых вы сделаете свои мышцы ног более мощными и выразительными. Это как особенности, касающиеся тренировки всего низа тела, так и нюансы для отдельных упражнений. Начинаем! Есть одна тонкость, касаемо того, как нужно держать колени в упражнениях на ноге. Это положение на одной оси с носками. Говоря просто, направление коленей и носков должно полностью совпадать. Обратите внимание, что если вы даже немного сводите ноги, ваши колени уже вынуждены работать в амплитуде, которая для них не физиологична. Если вам повезет, то от пары раз вы, конечно, можете ничего не почувствовать. Но риск того, что вы навредите суставам от неестественного для них движения, реально высокий. Поэтому запомните универсальное правило, которое применяется и к разгибаниям ног, и к выпадам, и ко всем вариантам приседаний. Держите одну ось коленей и носков. Следующий момент касается отдельного вида приседаний, а конкретно в тренажере Смита. Направляющие, по которым движется гриф во время приседаний, дают свои преимущества. Но вместе с ними и одну особенность. В отличие от классического варианта, приседая в Смита, вы можете вывести стопы вперед. Обычно это делают, чтобы сильнее нагрузить ягодичные. И суть в том, что чем сильнее вы выведете стопы вперед, тем больше нагрузки получат ваши коленные суставы. С маленьким весом это, конечно, не критично. Но добавляя хорошее отягощение, вы, во-первых, рискуете повредить колени. И, во-вторых, такая передача нагрузки с мышц на суставы просто не даст вам эффективно повышать вес. На фоне травм это, конечно, ерунда. Но если вы планируете наращивать мышцы ног, а не просто болтаться в тренажере вверх и вниз, возьмите для себя за правило не выводить носки дальше, чем на 50 сантиметров вперед, если вы ростом меньше, чем метр восемьдесят. И если вы выше, то не больше 60 сантиметров вперед. Скорее всего, вы слышали, что лучшая альтернатива приседаниям – это жим платформы. Главная ситуация, когда этим упражнением нужно заменить приседания – это проблемы с позвоночником. После этого вы можете сесть в тренажер и расслабиться с мыслью, что ваша спина в безопасности. И это ошибка. По факту, используя большие веса в жиме платформы и приподнимая таз, вы рискуете нанести вред пояснице не меньше, чем могли бы это сделать в приседаниях. Обязательное правило в жиме платформы – это прижать поясницу и таз к спинке тренажера. И, конечно, сделать это нужно независимо от того, есть у вас проблемы со спиной или она полностью здоровая. Скорее всего, я угадаю, если скажу, что вы делаете в день ног разгибания сидя. Возможно, это один из тренажеров, где вы используете самый большой вес. Но когда будете выполнять его в следующий раз, задайте себе вопрос. Работаете вы только мышцами ног или помогаете всем телом, приподнимаясь на тренажере? Если поднимаетесь, то это первый признак того, что вес для вас большой. Причем на видео, конечно, утрированный вариант для наглядности, но на деле даже небольшой отрыв таза от сидения уже говорит о том, что вес нужно уменьшать. Второй признак перебора с весом – это раскачивание корпуса. Хоть это и выглядит как идиотизм, если вы посмотрите на то, как работают на этом тренажере окружающие люди, у процентов 30 точно будет намек на подобные рывки корпусом. Ваша задача – сидеть ровно, не допуская колебаний телом и работая именно мышцами ног. От вашей фокусировки на включении квадрицепсов зависит не только безопасность, но и ваш прогресс. Еще касаемо изоляции, обратите внимание на то, как вы сгибаете ноги на тренажере, а точнее на положение вашего таза во время движения. Основной способ, которым ваше тело будет помогать бицепсам бедра, если вы возьмете слишком большой вес – это подъем таза. Если вы замечаете, что ваша пятая точка тянется к потолку в фазе сокращения – уменьшайте вес. В правильном варианте таз будет полностью лежать на скамье, не подкручиваясь и не приподнимаясь. Если вы задали себе вопрос, какие мышцы тогда помогают в движении, ответ – это разгибатели позвоночника. Напрягаясь, они стянут две точки крепления и поднимут таз. И это бы ничего, если бы не ломающая нагрузка, которую в этот момент получает ваша поясница. Кстати, дискомфорт в поясничном отделе после тренировки – это первый сигнал о том, что нужно проконтролировать вашу технику. Первый способ – попросить об этом друга, напарника или тренера, а другим – самостоятельным. Мы подытожим следующий пункт. Про ровную спину в упражнениях слышал почти каждый, кто входил в тренажерный зал больше одного раза. Поэтому я не буду тратить ваше время. Тем более все становится понятным, если вы посмотрите, например, биомеханики. Скажу только, что эту ошибку можно допустить почти в любом упражнении, которое выполняется стоя. Поэтому будьте внимательны и всегда держите спину прямой. И напоследок у меня есть для вас одно предложение. В следующий раз, когда вы будете тренироваться, поставьте рядом камеру и снимите то, как вы выполняете упражнение сбоку. Проверьте, как выглядит со стороны ваша спина в приседаниях, в становой или, например, тяги в наклоне. То, что вы увидите, может оказаться для вас сюрпризом. Как мы видим, не так много надо запомнить для того, чтобы сделать наши тренировки а. более безопасными и б. быстрее прогрессировать. Если вы почерпнули для себя из этого видео новую информацию или напомнили для себя о чем-то, что считаете важным в тренировках, то оцените его и поставьте ему лайк хотя бы за то, что я немного пожертвовал своими коленями и поясницей, для того, чтобы показать вам более наглядно ошибки в упражнениях. И, кстати, если вам есть что добавить, то напишите в комментариях под этим видео, какие ошибки, возможно, вы допускали при тренировке ног и считаете их действительно важными. Я просматриваю все комментарии, и если ваш будет действительно полезной информацией, который может помочь другим людям, я его обязательно отмечу для того, чтобы вам могло увидеть больше людей и перенять ваш опыт. А я желаю вам успехов, занимайтесь собой и получайте удовольствие от правильных тренировок. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok